О трёхлетней девочке из Смоленского района требуется слухоречевая реабилитация в специализированном центре. Русфонд и Вести Алтай просят зрителей поучаствовать в судьбе ребёнка. Софии три года, но она только научилась говорить мама и папа. Стала понимать речь окружающих. И это уже большой прогресс. Девочка родилась абсолютно глухой. Заболевание генетическое. У старшего брата такой же диагноз. В год и один месяц Соне установили кохлеарный имплант. Затем ей подключили речевой процессор, и она начала слышать даже тихую речь. Но не распознаёт её. Имплант преобразует звуки по-другому. Первые настройки делают очень тихо, чтобы ребёнок не напугался, чтобы у него не было отказа, чтобы не снимал, не бросал этот процессор речевой. Сейчас нам остаётся... То есть лечение мы никакое не получаем, потому что ребёнок хорошо слышит. Нам сейчас остаётся только догонять наш возраст по развитию. В речевом развитии София отстаёт примерно на год. Каждые четыре месяца она проходит реабилитацию в центре Тоша-ИКО Московской области. Девочка недавно начала посещать детский сад. Быстро адаптировалась, хотя до трёх лет сидела дома с мамой. Боялась людей, не контактировала с другими детьми. Но требуется и дальше проводить слухоречевую реабилитацию. После каждого курса у дочки происходит скачок в психоречевом развитии, замечают родители. У неё произошёл запуск речи. Она сейчас говорит некоторые слова, либо из слова только гласные. Без реабилитации вообще никуда. Причём она продолжается у некоторых вплоть до института, потому что много очень приходится работать, потому что много упущено. Деньги на новый курс реабилитации – 362 560 рублей – уже почти собрали. Осталась небольшая сумма – 18 тысяч. На короткий номер 5542 нужно отправить смс-сообщение со словом «Дети» и любую сумму. Например, «Дети 100». Ваша помощь позволит Соне слышать и лучше понимать этот мир. Дмитрий Гончаров, Владимир Жданов, Вести Алтай.